Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram-канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, в том числе и выходные, мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня на повестке экономического календаря несколько макроэкономических релизов. Я не думаю, что они очень сильно повлияют на те инструменты, за которыми мы следим, но все же локальный всплеск волатильности стоит ожидать. Да и к тому же каждый макроэкономический отчет для нас возможность еще лучше разобраться в реальном положении дел в экономиках, потому что в конечном счете именно это положение дел и диктует условия регуляторам, которые реагируют на них, корректируют процентные ставки и оказывают общее влияние на рыночное настроение. В 7.00 по GMT нас ожидают отчет по рыночным продажам банков. Далее в 8.30 по GMT индексы активности PMI производственного сектора ключевых стран ЕС и еврозоны в целом. И еще один отчет. В 12.30 по GMT заказан товар длительного пользования в США. Настроения на рынке остаются неоднозначны. Я думаю, что сегодня рынок потихонечку уже будет успокаиваться. Впереди выходные и, вы знаете, будучи, наверное, реалистом, который адекватно оценивает то, что сейчас происходит в банковской системе США, я скажу так, что на следующей неделе есть высокая вероятность, и я буду ожидать, что еще какое-нибудь кредитное учреждение, региональный коммерческий банк США может оказаться в числе в списке тех, кто объявит о неплатежеспособности и фактически банкротстве. Я внимательно слежу за тем, как обстоят дела сейчас в банковской системе США. Фактически каждый день наблюдаю за определенными банками на премаркете, вижу, как настроения остаются негативные, потом стартуют торги, продажи доминируют, потом под конец торговой сессии все-таки немного ситуация стабилизируется. Но настроения отчетливо, друзья, негативные. И это значит то, что опасения вкладчиков сохраняются, это значит то, что отток капиталов продолжается. Ну, оно и понятно, что люди пытаются защитить все, сохранить свои средства и не хотят, чтобы банк, которому они доверили своим сбережение, оказался в числе тех, кто вынужден будет прекратить свою деятельность из-за того, что не сможет оправдать необходимые показатели ликвидности. Поэтому, друзья, вот история с First Republic Bank, это очень актуальная история. Кому интересно, как индикатор можете использовать этот банк, смотрите тоже за тем, что происходит с капитализацией. Ранее я уже говорил, что этому банку очень сильно помогли федрезервы и мастодонты банковской системы, предоставив ликвидности почти на 50-60 миллиардов долларов. Ну, конечно же, с этим долгом банк никогда не рассчитается. Я думаю, что какие-то выводы нужно будет делать. Баланс американского регулятора продолжает пухнуть, как на дрожжах. Сегодня я хотел было сказать, что за последнюю неделю он вырос на 400-450 миллиардов долларов. И вот сегодня новость, прям проверил по балансу федрезерва, он скакнул уже на 600 миллиардов. Это значит, ФРС помогает нуждающимся банкам, но в этом, конечно же, ничего высокопарного не нужно искать. Это проблемы, которые пытаются залечить, забросать деньгами, к чему все это в конечном счете приводит, мы прекрасно знаем. Рост денежной массы – это проблема, которая аукнется через какое-то время, ну, хотя бы в той же самой инфляции, которая обязательно на все это реагирует. Но на текущем этапе ФРС работает с пожаром и не думает о последствиях. Но мы, друзья, должны с вами бдить и внимательно следить за тем, что происходит, делать правильные выводы и не позволять себя оказаться в условиях или в ловушке, которая для покупателей сейчас точно формируется, ну, по крайней мере, по американскому фондовому рынку точно. И мне хочется верить в то, что немногие из вас все же ставят на рост NASDAQ, S&P и Dow Jones и понимают, что в любой момент эти индексы могут перейти к развитию нисходящей динамики. Опасения вкладчиков еще и связаны с тем, что глава Минфина США Джанет Йеллен ранее дала понять, что не все средства будут возвращены вкладчикам, если дело дойдет до банкротства. Это будет касаться только лишь системообразующих банков, при этом она не уточнила, о каких банках идет речь. Я, конечно же, немного утрирую, мы все прекрасно понимаем, что системообразующие банки – это скорее топ-10, топ-20 банков, но банков в США очень-очень много. Поэтому, делая правильные выводы, можно предположить, что вкладчики и дальше при сохраняющихся текущих опасениях будут стараться переместить свои капиталы как раз в топовые банки из региональных банков, что может как раз и привести к тому, что еще одна печальная история вскроется на следующей неделе, может быть, чуть позже, но вернет на рынок панические настроения, к которым мы должны быть, друзья, с вами готовы. Индекс доллара сейчас котируется на отметке 102.17. Я ранее длинную позицию закрыл. Американский регулятор повысил процентную ставку на 25 байсинг-пунктов, то есть продолжил бороться с высокой инфляцией, но с упором, с акцентом и особым вниманием на развитие банковского кризиса. От Федрезерва ожидали более жесткой риторики, которой не последовало. Ждали конкретику относительно темпов дальнейшего повышения процентной ставки. Этой конкретики не было. ФРС лишь сказал, что будет и дальше анализировать статистику и анализировать эффект от уже ранее принятых решений по росту ключевой процентной ставки. Ну, все это можно опустить и просто посмотреть на консенсус и медианный прогноз по пиковой процентной ставке американского регулятора на финишной черте, когда завершится текущий цикл ужесточения монетарной политики. Сейчас этот показатель составляет 5,1%. Вспомните, друзья, еще месяц назад мы с вами говорили о том, что ставка легко может достичь 6%. Но разве это не явный отказ от жесткой монетарной политики или создания условий, при которых монетарный курс будет становиться все менее жестким и потом и в оси начнет граничиться с мягкой экономической политикой. Я по этой причине решил все-таки отказаться от длинных позиций по доллару, потому что считаю, что в таких условиях работать с длинными позициями, с покупками доллара, это не совсем целесообразно с точки зрения фундаментального фона. Золото 1991 доллара за тройскую омсу. Как мы и ожидали, очень быстрый возврат к планке психологически. 2000 долларов за тройскую омсу максимум был, по-моему, 2003 доллара. Сейчас немного откатили, но фон по-прежнему на стороне покупателей. Все, что я отметил по поводу стабильности банковской системы, потенциальной слабости доллара, рыночный сантимент, толпа сидит в коротких позициях, поэтому путь вверх, как и раньше, без каких-либо препятствий, без сопротивлений. И надеюсь, что если не сегодня, то уже на следующей неделе мы с вами закрепимся выше психологической планки. Европейская валюта против доллара 1.08.32. По-прежнему за то, что рост евро продолжится к уровню 1.10. Тоже опора на жесткий комментарий Лагард, которая ясно дала понять, что паузы в текущем цикле ужесточения монетарной политики не будет. А рыночный сантимент здесь еще более красивый, чем по золоту. 71% трейдеров золото шортит. И это прям подавляющее большинство. Меньшинство сейчас в покупках и путь наименьшего сопротивления – это движение вверх. По британской валюте, как мы и ожидали, Банк Англии повысил процентную ставку на 25 байсных пунктов до 4.25. Ну и исходя из того, что происходит с инфляцией, он был вынужден снова сделать акцент на то, что повышение ставки продолжится и дальше. Как и в ситуации с европейской валютой, с действиями ЕЦБ, это фундамент, на котором краткосрочные длинные позиции стоит, друзья, отстраивать сейчас, даже не задумываясь. Поэтому цель по фунту – 1.25. Доллар иена. Наша целевая отметка – 130 иен за доллар. Когда мы начинали шортить эту пару, она находилась почти на полтысячи пунктов выше. И сейчас до нее остается 10 пунктов, друзья, потому что текущие котировки – 130.10. Ну, конечно же, эту цель мы сделаем в ближайшие минуты. Вполне возможно, что пока я сейчас выступаю перед вами, эта цель уже протестирована. Помимо повышенного спроса на японскую иену как на защитный актив, сейчас иену еще поддерживают ожидания смены политики в Японии. Потому что несколько часов назад вышел отчет по инфляции, базовый наиск потребительских цен в Японии обновил новый локальный максимум и вырос с 3,2 до 3,5%. На фоне роста инфляции банку Японии придется все-таки задуматься о том, не причина ли в этом росте сверхмягкая экономическая политика, которая проводится. И от нее, конечно же, нужно отказываться. И американский фондовый рынок S&P 3982 пункта ждем, соответственно, еще более выраженной, нисходящей динамики. На этом все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока.